МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Мусорная реформа год спустя. Столица Чувашия подвели итоги перехода на новую систему обращения с отходами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неподкупная чиновница. Дача взятки сотрудницы Министерства транспорта и дорожного хозяйства не увенчалась успехом. Наша на пьедестаре. Спортсмены Чувашия в числе чемпионов мира. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эффективные методы борьбы с бесконтактным хищением денег должны найти органы власти. Противодействие мошенникам – одна из главных тем координационного совещания по обеспечению правопорядков Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Один звонок и нулевой баланс на карте. Только с начала этого года со счетов жителей Чувашии мошенниками было списано порядка 70 миллионов. Отдельные мошенники находятся не на территории Чувашской республики, они находятся вообще за пределами. По-другому говоря, жители Чувашской республики или отдельные жители доверяют мошенникам. От звонков мошенников никто не защищен. Недавно преступники пытались списать деньги и со счета руководителя филиала крупного банка. Но провести специалиста не удалось. С колл-центром я позвонил сотрудник, представился сотрудником колл-центра банка, назвал меня по имени и отчеству, и сообщил, что у меня совершается операция по переводу. Включился в эту игру, начал отвечать сотруднику. Мне просто было интересно, как это делается. Хотел до конца пройти весь этот алгоритм. И они сказали, что перезвонят, но, естественно, не перезвонили. Здесь, конечно, пропагандистская такая работа должна проводиться, чтобы мы оказали содействие. Глава региона обозначил и другие задачи. В муниципалитетах должны работать эффективные программы профилактики правонарушений. Принимаемые меры дают результат. Сократилось общее количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. Поэтому здесь выражаю слово благодарности всем руководителям органов правопорядка за деловые и конструктивные взаимодействия. Отдельная тема – повторные преступления. Часто черту закона переступают те, кто уже отбывал сроки наказания по приговору суда. Хват профилактическими мероприятиями, злоупотребляющих спиртными напитками по возвращению с временных заработок, освобожденных из мест лишения свободы, в сельской местности находится на крайне низком уровне. Тревожит и другая статистика. В ряде муниципалитетов выросла подростковая преступность. Несовершеннолетние совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и хищений. Но в основном, конечно, распространение наркотиков и синтетических средств – это бесконтактным путем. И это уже пробелы в воспитательной работе, которую необходимо улучшать, отметил глава региона. Взаимодействие всех сторон – важный фактор предупреждения подростковой преступности. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Прокуратура Чувашия направила в суд дело по факту дачи взятки сотрудницы Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Забегая вперед, попытка не увенчалась успехом, чиновница оказалась неподкупной. Из материалов уголовного дела следует, что 27-летний обвиняемый, который фактически занимается предпринимательской деятельностью по организации маршрутных перевозок на территории Чувашьей Республики, в целях организации победы в конкурсе на право осуществлять пассажирские перевозки по маршруту номер 125 Севильск-Чебоксары, решил передать взятку должностному лицу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашьей Республики. В этих целях он привлек к посредничеству взятки своего 55-летнего знакомого, который несколько раз встретился с должностным лицом Министерства и предложил за совершение указанных действий передать ему взятку в размере 500 тысяч рублей. Данная сотрудница Министерства отказалась от получения денежных средств, сообщила об указанном незаконном предложении в правоохранительные органы и в последующем посредник был задержан при непосредственной передаче денежных средств в размере 200 тысяч рублей, что влиял с частью обещанного. Ходатайство следователя судом в отношении обоих обвиняемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Молодой человек, которому инкриминируется дача взятки, свою вину признал в полном объеме, посредник признал свою вину частично. Молодому человеку, которому предъявлено обвинение в даче взятки, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет, а его знакомому, который обвиняется в посредничестве, во взяточничестве грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. У крупнейшего агрохолдинга республики Юрма, новый руководитель. Какие проекты планируют реализовать инвесторы, сегодня обсуждали в Доме правительства. С новыми управленцами птицефабрики встретился глава региона. С приходом инвесторов агрохолдинг наращивает обороты. В бизнес-плане выход на зарубежные рынки. Уже в следующем году здесь намерены открыть цеха по глубокой переработке мяса птицы в полуфабрикаты и колбасы. Продукцию планируют поставлять и в Китай. Еще одна задача – расширять свою торговую сеть. Если магазин в центре, он должен быть ассортимент больше. И, значит, человек должен, значит, я сейчас в тапочках выбежу, там, грудку возьму, в духовку закину, и она там готова. Не надо ничего думать. В модернизацию холдинга вложено уже более 800 миллионов рублей. Но сначала была решена проблема долгов по заработной плате. Мы зашли в июле месяце, полностью начали управлять в середине, где-то 15-го года. Потому что до этого это были такие управленческие решения, это через забор. И вся эта социальная ответственность, которая на нас, она выполняется в полной мере. Среди приоритетов и создание новых рабочих мест. Глава региона отметил, что для работы в республике инвесторам создадут благополучие. В числе первоочередных задач строительство завода по переработке птичьего помета. Чтобы вы чувствовали комфортно на территории нашей республики, чтобы органы власти и на уровне муниципального образования не мешали, никакие сдерживающие факторы не создавали. Все в работе практически. Проект завода по переработке птичьего помета уже проходит федеральную экспертизу. Строительство начнется в следующем году. Михаил Игнатьев отметил, что так инвесторы и органы власти решат экологическую проблему. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В качестве 3 миллиона кубометров мусора вывез региональный оператор за год работы. В октябре 2018-го наша республика, одну из первых, перешла на новую систему обращения с отходами. Итоги подвели сегодня. Итоги первого года мусорной реформы в цифрах выглядят так. 83% жителей поняли необходимость новой системы и начали добросовестно платить. Из 98% населенных пунктов республики региональный оператор сейчас вывозит мусор на полигоны. С оставшимися двумя процентами – это 40 труднодоступных для мусоровозов деревень – вопрос еще не решен. Если услуга не оказывается, то и начислений производиться не будет. И они не производятся. Если даже где-то ошибочно были произведены эти начисления, то они пересчитаны, значит, аннулированы. Пересчитывают плату и из-за норматива мусора, который каждый житель Чуваши производит за год. Изначально в тариф заложено 2,02 кубометра. После многочисленных обращений селян, которые, к примеру, пищевыми отходами кормят скот, для жителей сельской местности плату снизили на 20%. Ежемесячный перерасчет производят для 343 тысяч человек на сумму в 5 миллионов рублей. В ближайшее время норматив пересмотрят для всех. В течение года специалисты делали замеры фактического образования отходов. Значит, определены 8 муниципальных образований, в котором проводилась данная работа, 4 городских округа и 4 муниципальных района. На сегодняшний день замеры образования отходов на этих выбранных контейнерных площадках уже проведены. На сегодняшний день проводятся расчеты непосредственно самих норм накопления. Еще немного цифр. За год в офис регионального оператора поступило 300 тысяч жалоб и обращений. Многие из них звучат так. В деревне до сих пор нет контейнеров. Во время прямого эфира на национальном радио глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил, Республика взяла на себя часть расходов и за счет бюджета закупила около 7700 контейнеров. Оставшаяся часть за рекоператором. Сейчас ведем самостоятельный переговор с финансовыми кредитными организациями о получении кредитных средств. И за счет этих средств будут закуплены в том числе и контейнеры. По заверению Виктора Лугуновского, кредиты компании на тарифах для населения не скажутся. И еще из результатов за год. В Чебоксарах и Новочебоксарске в пилотном режиме начался раздельный сбор мусора. Вдову участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС лишают жилищного сертификата. Информация об этом распространилась в сети. Как такое могло произойти и кто виноват? Ситуацию прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты Чувашской Республики. Немного истории. В 2003 году жительница Цивильска Елена Степанова, как вдова ликвидатора Чернобыльской АЭС, встала в очередь на улучшение жилищных условий. Через 13 лет она получила жилищный сертификат и приобрела квартиру. Но уже через два года в ходе проверки Объединенной дирекции по реализации федеральных инвестиционных программ Минстроя России выяснилось, что сертификат ей выдали незаконно. На начальном этапе она предоставляла справку, в которой тоже не было оговорено о том, что супруг Степановой Елены Ивановны не принимал участия в работе по объекту укрытия. И постановка на учет в 2003 году была осуществлена неправомерно со стороны администрации Цивильского района. Это человеческий фактор со стороны работников, на тот момент работавших в администрации Цивильского района. Мы узнавали, этого работника уже там нет, он там уже не осуществляет деятельность. Вины Елены Степановой в данной ситуации нет. Она предоставила все документы, которые запросили в администрации. Мало того, она ежегодно подтверждала тот факт, что ее супруг участник чернобыльских событий. Но никто не обратил внимания на то, что Вячеслав Степанов работал в зоне отчуждения, а не на объекте укрытия. Поэтому он имел определенные льготы, но претендовать на жилищный сертификат не мог. При формировании сводного списка мы, еще раз повторяюсь, не запрашиваем подтверждающих документов. Мы не обязаны это делать и не имеем права повторно запрашивать все соответствующие документы. Наша работа заключалась в том, чтобы свести этот список и представить в объединенную дирекцию. Когда в ходе контрольно-надзорных мероприятий данной дирекции выявился такой факт. Мы были обязаны выйти в суд для того, чтобы суд рассмотрел, правильно ли выдана эта справка, являлся ли он действительно работником этого объекта укрытия и правомерно ли был выдан сертификат. По решению суда будут изыскывать сумму сертификата 1 562 000. Впрочем, Елена Степанова имеет право обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции. Прокуратура и Следственный комитет дадут оценку работе районной администрации и иных государственных органов, причастных к данной ситуации. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах продолжается капитальный ремонт поликлиники на южном поселке. Как изменится облик медучреждения и когда завершат работу, узнавала наша съемочная группа. В кабинетах вместо врачей и пациентов строители с инструментами и оборудованием. Рабочие выполняют внутреннюю отделку стен. Ремонт начали еще летом этого года. В поликлинике меняют все коммуникации, систему отопления, электро- и водоснабжения. Обновят двери и окна. В новом медучреждении лечатся около 20 тысяч жителей, живущих в поселках Альешево и Южный. Врачи уверены, комфортные условия положительно скажутся на здоровье пациентов. То есть здесь помимо врачей общей практики, врачей участковых терапевтов, будет запланирован прием и узких специалистов проведения эндоскопии, ультразвуковых исследований. Будет также проводиться дальше рентгеновское исследование, флюорография органов грудной клетки и, например, те же наши работы по проведению диспансеризации профилактическим осмотром населения. Здание взрослой поликлиники теперь относится к ГКБ номер один, а детский корпус – к городской детской больнице. Материально-техническая база этого лечебного учреждения была слабая. В свое время это была медсанчасть завода строя керамики, часть корпусов завод строил за собственные средства. Конечно же, многие медицинские нюансы здесь не учитывались. И мы понимаем, что вот сейчас все приводится в соответствие. Срок сдачи работ – декабрь этого года. На капремонт поликлиники из республиканского бюджета выделены около 50 миллионов рублей. Всего же на региональное развитие первичного звена до 2024 года предусмотрено почти 300 миллионов. Своевременная и качественная медпомощь должна быть доступна всем. Это одна из важнейших задач национального проекта здравоохранения. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Лучший инклюзивный детский сад страны. С победой в такой номинации можно поздравить коллектив детского сада номер 7 «Созвездие» города Чепоксара. Толерантное отношение к особенным детям – основа образовательного процесса в «Созвездии». Возможность пребывания родителей вместе с детьми – еще один шаг к их будущей успешной социализации. Наша команда является командой единомышленников, у которых воедино бьются сердца во благо особого ребенка. Руководство детского сада и все педагоги стараются создать максимально комфортные условия для пребывания, обучения и воспитания особого ребенка в стенах нашего учреждения. Ликотека, музыкальный зал, песочный стол, интерактивная доска, пузырьковый пол и даже собственный робот – все достижения научно-технической сферы в садике используют на благо детей и в помощь педагогам. Для каждого ребеночка мы выбираем образовательный маршрут в зависимости от его возможностей и потребностей. Дима – солнечный мальчик с непростой судьбой. Он – выпускник детского сада, но в родных стенах ему всегда рады. Вот и на конкурсе Дима решил поддержать любимый коллектив. Танец, исполненный им вместе с мамой, покорил сердца всех членов жюри и, безусловно, приблизил к победе. Мы с Димой репетировали. Так получилось, конечно, так все сложилось, что свой день рождения, свое девятилетие мы как раз выступали в Москве на этом конкурсе. И все члены жюри, все присутствующие в зале, они очень тепло, конечно, отнеслись к нам. Диму каждый поздравил. Дима в Москву ездил? Летал? Летал? Летал на самолете? Классно было? Классно было. Останавливаться на достигнутом не в наших правилах, уверяют в коллективе. В планах – тесное сотрудничество с другими инклюзивными учреждениями, обмен опытом, который в данном деле особенно важен. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. Не русские, но россиянин. Это строки из произведения Мустая Карима, в этом году известному башкирскому писателю и поэту, чьи произведения переведены на русский и чувашский языки, исполнилось бы сто лет. В память о нем в Национальной библиотеке состоялся литературный вечер. Из-под пера Мустая Карима вышли произведения, вошедшие в сокровищницу мировой литературы. Драма «Страна Айгуль», «Пеший Махмуд», комедия «Похищение девушки», «Трагедия Салават», «Не бросай огонь Прометей» и многие другие. Про жизнь участвовал в Чувашии, дружил с местными мастерами слова, переводил их произведения на башкирский язык. Он всегда подчеркивал свое уважение к чувашскому народу, к Чувашии. И, конечно же, мы, общественность республики, никак не могли не отметить эту знаменательную дату. Несколько лет назад мне удалось перевести на чувашский язык его стихи и издать отдельный сборник. «Мустая Карима» читают и сейчас. Герои «Мустая Карима» очень сильные духом. Они учат всегда идти вперед и не боятся. Они очень вдохновляют и многому учат. Я считаю, что такие литературные встречи очень полезны для детей. Они помогают поближе познакомиться с творчеством писателя. «Общество анонимных влюбленных». В Чебоксарском камерном театре идет репетиция спектакля под таким названием «В чувствах главных героев». Разбиралась Юлия Важенина. Любовь – это наркотик. Сейчас мне хорошо, но я боюсь синдрома отказа, то есть ломки. Я ужасно этого боюсь. Здесь все говорят о чувствах, решают любовные вопросы, но главное – смотрят, как любят другие. Чтобы сделать вывод, каково же их собственное чувство. В центре повествования группа людей больных страшной болезнью и мечтающих излечиться. Наш спектакль о том, что все мы разные. Мы любим по-разному, мы живем по-разному, мы ощущаем, чувствуем. Моя героиня ищет любовь. К сожалению, она ее не находит. Пытается всякими способами обратить на себя внимание. «Общество анонимных влюбленных» – пьеса русского писателя Алексея Слоповского. Свою интерпретацию постановки представляет начинающий режиссер Кирилл Корсаков. Это его первый спектакль. Автор мечтает поднять столицу Чувашии на один уровень с ведущими культурными центрами страны. Главная суть спектакля и вообще театра для меня лично – это уйти с вопросом, что-то поменять в своей жизни. Шесть человек приходят и утверждают, что любовь – это болезнь. Они хотят излечиться от этого, потому что большой груз. И потом в конце они понимают, что все-таки она есть вот такая, но она все-таки существует. Сергей Данилов присоединился к труппе за две недели до премьеры. Но у актера не было особых трудностей при вхождении в спектакль. Он на сцене уже 20 лет. В постановке Сергей играет сложного персонажа, потенциального самоубийцу. Но чем неоднозначнее характер героя, тем интереснее его играть. Мне всегда хотелось и хочется играть характерную роль отрицательных персонажей. Когда, я так называю, розовые сопли, когда там полностью положительный персонаж, и он даже слова плохого в жизни своей не скажет. Ну, что там, мне интересно играть у него. Здрасте, пожалуйста, до свидания, я вас люблю. Отрицательный персонаж, он, как правило, характерный персонаж. Его можно обыграть с разных сторон, по-разному. У него может быть куча недостатков, как в дикции, как в движениях. Премьера этого спектакля уже была. Но сейчас режиссер дорабатывает нюансы, по-новому интерпретируя некоторые сцены. Мы познакомились уже в цветочном магазине. Она выходила из цветочного магазина, как будто грубиян толкнул ее. Цветы рассыпались. Одной рукой я дал грубияну по морде, другой я собрал цветы и приводил с ней. С цветами и без всех ценителей искусства ждут 12 ноября. На премьере новой версии постановки. Юлия Важенина, Бахсияр Велиев, Республика. Лучшие спортсмены наши в Румынии прошел чемпионат Европы среди юниоров по тяжелой атлетике. Участвовали 36 стран мира. В составе сборной России выступала спортсменка Чувашской Республики. Уроженка Батаревского района Наталья Шайманова. Две золотые и одна серебряные медали в копилке за спортсменки. У Натальи Шаймановой характер стальной, как и ее снаряд. С 10 лет Наташа пробовала свои силы в больной борьбе. Сейчас ее конек – тяжелая атлетика. В весовой категории до 63 килограмм. Юная штангистка завоевала титул чемпионки Европы среди спортсменок до 21 года, обойдя соперниц из 36 стран мира. Вкус победы ей понраву. На помосте она чувствует себя, как рыба в воде. Это ее стихия, говорит ее главный тренер Геннадий Иванов. После первого подхода, это успешно, конечно, стартанули мы 106 килограмм. И уже было понятно, с этой суммой она уже может встать на пьедестал. Но уже второй подход, мы уже следом повторяли, следили за румынкой. И на один килограмм мы опережали. Она 105 начала, мы 106. Она 109, мы 110. Она 111, мы 112. И в итоге мы выиграли за эту медаль. Трудностей Наташа не боится. Говорит, что огонь закаляет сталь. Сейчас ставит себе более серьезную планку. Готовится к новым состязаниям. Ставишь цель и просто идешь к этой цели. Несмотря ни на что, в следующем году у нас такие взрослые, взрослые. Стар, самый первый старт. Хочется в тройку войти и показать большой результат. Терпение, выносливость и неустанный труд. Тренировки каждый день по 5 часов. Тренер Геннадий Иванов во всем ее поддерживает. И считает, что она готова наравне с более опытными спортсменами бороться за главную награду. Нельзя расслабляться, надо готовиться дальше. Спортивная карьера только еще, скажем, на стадии начала у нее. Впереди предстоящий старт у нее будет, конечно. Это Кубок России, взрослый чемпионат. Женская тяжелая атлетика – не самый популярный вид спорта. Девушки боятся утратить женственность. Но это не про нашу Наташу. Строительство мышц укрепляет и внутренний стержень. Отсюда и уверенность в себе, и сива духа, и грация. Всегда спрашивают, почему такие красивые девочки занимаются таким видом спорта. Мы красивые, потому что мы занимаемся этим видом спорта. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Прямо сейчас полезная информация. Я прощаюсь с вами до завтра. Ограничения 18+, не просто цифры. На вечерние сеансы теперь школьнику вряд ли попасть даже с родителями. Билетер просто обязан потребовать у юного зрителя паспорт. 29 октября вступили в силу поправки в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. С указанной даты организаторы зрелищных мероприятий, на которых демонстрируется продукция, содержащая запрещенную для распространения среди детей информацию, должны будут не допускать на такие мероприятия лиц младше 18 лет. Если при реализации билета или при проходе на мероприятии у билетера возникнут сомнения в возрасте зрителя, он вправе будет потребовать документ, удостоверяющий его возраст. Кроме того, перед сеансами детских фильмов категории от 0 до 16+, нельзя будет демонстрировать анонсы фильма в категории 18+, если в этих трейлерах используются фрагменты, содержащие запрещенную для распространения среди детей информацию. Нарушители поплатятся рублем. Штраф от 2 до 3 тысяч рублей для граждан до 50 тысяч рублей для юридических лиц. При этом билет конфискуют. Закон распространяется также и на книге. Продажа, прокат, выдача из библиотек, книг и другой продукции 18+, для детей также под запретом. И еще одно новшество. Депутаты Госдумы поддержали внесение поправок в федеральный закон о минимальном размере оплаты труда. Изменениями предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года до 12 130 рублей в месяц. В текущем году МРОД составляет 11 280 рублей в месяц. Следовательно, в случае дальнейшего одобрения законопроекта МРОД на 2020 год увеличится на 7,5% на 850 рублей. Медосмотр в один подход. Согласно изменениям профилактические медицинские осмотры и первый этап диспансеризации рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня. Справки работающим гражданам о том, что они прошли медосмотр, должны выдаваться в тот же день. С поселки Урмары заработал завод по выпуску минеральных порошков из известняка. Предприятие агрофирмы «Цивильская» уникально для республики. Спектр применения этого продукта широк. К примеру, порошок используется в качестве добавки для асфальта. При смешивании его с битумом дорожное покрытие меньше страдает от перепадов температуры. Повышается его прочность, водостойкость и эластичность. Многофункциональность минеральных порошков – его главное преимущество. Если сырье имеет определенный химический состав, можно использовать и в стекольной промышленности, и в производстве бумаги даже. Такая универсальная известняковая мука используется для раскисления почв и в качестве минеральной добавки в комбикорма для животных. Технолог Владислав Петров внимательно следит за всем, что происходит на конвейере. Процесс автоматизирован, однако строгий контроль необходим на всех этапах. Поступает щебень в сушильный барабан, после идет в элеватор, с элеватора дробильный барабан и выпускается готовый порошок минеральный. Оттуда уже расфасовываются мешки и увозятся в места, на склад. Открытие завода стало возможным благодаря Республиканскому фонду венчурных инвестиций. Сумма поддержки бизнес-проекта составила более 20 миллионов рублей. Пусконаладка у нас закончилась и вышли на производство 6 тонн в час. Планируем запустить в будущем две смены уже. Главная особенность в том, что здесь все российского производства. Таких производств всего два в Чувашии, это второе. И стоит, скажем так, в центре республики. Доставка продукции получается с небольшим плечом, то есть в логистике мы выигрываем. Процесс переработки абсолютно сухой. Технология безотходна и экологически чиста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова